Ну что же, всем доброго вечера, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила. И сегодня я буду комментировать для вас с новым сокастером BeerMonster. Привет! Привет! Очень приятно на самом деле ворваться, так, покомментировать доту. Если кто не знает, то что я работаю сейчас на Ruhabi Observer, то есть показываю большинство игр, которые идут со студии. И сейчас приятно, то, что есть возможность не только поводить камеры, но и поговорить, что-то рассказать, может быть интересно и так далее. На самом деле это будет очень интересно, потому что, так как ты много работал Ops, я думаю, что ты будешь подмечать самые крутые и интересные моменты, которые зачастую пропускают многие комментаторы, в том числе я. Поэтому я на тебя рассчитываю. А также я рассчитываю на коэффициенты от нашего партнера, которые сейчас появились на экране на эту карту. Ну и вообще, в принципе, давай уже немножко по игре. По игре у нас ситуация следующая. Сегодня мы для вас будем комментировать одну Батри серию. Это первая карта. Будут играть команды Хакори против Инкубус Гейминг, перуанцы против бразильцев. Ну и соответственно, пики-баны на ваших экранах. У нас не так было еще много игр в новом патче. Лично я практически еще ничего не комментировала. Несмотря на то, что я сейчас прочитала все вот эти Аганим Шарды, все смешалось. Но тем не менее, Шарды это в любом случае интересно. Вот мы с тобой сегодня обсуждали, сколько нужно сил потратить для того, чтобы комментировать Counter-Strike условный, и сколько нужно потратить времени и усердия, чтобы запомнить все, что у нас творится в доте. А в доте творится на самом деле очень много. И, конечно же, мета, которая сейчас очень интересная. Хакори открывают Марсом и Терлблейдом, ну и Кубус Гейминг отвечает Мираной и Санкингом. Ну смотри, очень интересные первые баны. Во-первых, я в шоке, что инвокер улетел на ферст бан прям. Инвокер, конечно, очень прикольный сейчас, но мейсфолом, который ему шар дает, то, что можно его ставить далеко от себя и направление указывать, это прям очень сильный баф, потому что айсфол у инвокера очень сильное заклинание, но за счет того, что его кастовать очень неудобно. Не так часто хорошие айсволы залетают, и инвокер на ферст бан, скорее всего, именно за счет этого улетел. И забанили Инкубус Гейминг Лишрака, и Хакори тут же отвечают пиком Терлблейда. Опять же, Лишрака сейчас апнули, во-первых, потому что реворкнули Бладстоун, теперь он дает спел Лайфстил, и это нереально сильный буст для Лишрака, потому что он и уменьшает монокост, и увеличивает урон заклинаний, и позволяет ему еще теперь отжираться. И он невероятно классно смотрится против иллюзионистов, и Хакори воспользовались вот такой вот слабостью, то, что оппонент подбанил Лишрака, и Терлблейда прям первые стадии берут, не стесняются, не боятся, что его как-то на линии закроют и так далее. На самом деле, кстати, для Терлблейда тоже очень интересный Аганим Шард, который помогает ему чуть поактивнее играть, не только когда у него ультимейт в кулдауне, теперь ты хотя бы как-то в замесах сможешь драться и нанести урон. Мне лично этот Аганим Шард очень понравился. И, кстати, Эверспирита, на мой взгляд, тоже Аганим Шард очень сильный, возможно, поэтому его и запанили. А вот по поводу Инвокера, я предполагаю, что команды уже знакомы с друг другом, потому что там в лобби я видела, они общались, и, возможно, у Инкубус Гейминг есть какой-то прям хороший, сильный игрок на Инвокере, особенно, знаешь, там Тер-2, Тер-3 Дота, вот Тер-3, наверное, особенно, когда есть какой-то прям сильный игрок на каком-то там Мипоре, там, не знаю, Аркварда, Инвокере, стараются все-таки от этих героев избавляться, потому что, ну, разные ситуации случаются. Ну, безусловно, зачем лишние себе проблемы искать? Потому что самому Мираклу пару лет назад до Инвокера он практически любую игру в соло сможет выиграть, а тут все-таки уровень команд не настолько высокий, поэтому, если какой-то игрок сможет сильно заснуболиться на героя, которого он прекрасно знает, то остановить такую же машину будет достаточно проблематично. Все, все верно. Так, добрияется так Огр Макс, Нефайр, ну, в принципе, у Хаккори драфт достаточно понятный по позиционкам, остается им добрать только лишь какого-то героя в мид, несмотря на то, что была в какой-то момент мета через Марса в мид, и в целом можно против чего-то еще до сих пор поставить. Кстати, в Америке эта мета была очень актуальна, ну, по крайней мере, там в Северной Америке очень много игроков ставили Марса в мид. И, кстати, на самом деле у некоторых команд прямо это была такая заготовочка, против которого приходилось уметь играть, потому что Марс с таким... Сколько у него кулдаун арены? 60 секунд, 70, что-то в этом духе, 60-70 секунд, и, соответственно... Да, там что-то такое. Да, и, соответственно, герой с быстрым шестым уровнем, если он может обгангать и очень много сделать экшена по карте, плюс он достаточно плотный, сложно его убить, и, опять же, с хорошими кулдаунами постоянно драться и навязывать свой темп игры, который, в принципе, выгодный для Марса, и, допустим, если у него какой-то такой кор, который не хочет драться, то он как раз и будет, в принципе, давать время своему кору подформить и тому подобное. Да, и Incubus Gaming забирает себе Рикки, стал он опять залетать сейчас в пике, вместе с Bounty Hunter опять стали популярными немножко инвизоры, по тем же самым пабликам это часто видно, то, что они там залетают в пике, и интересно, интересно, то есть, да, Рикки бафнули, дали ему новый Аганим Шарф, который добавляет ему немножко контроля, но вместе с этим и добавили шарды другим персонажам, которые в том числе и ревелят инвиз этот самый. Тот же самый Слар, которого вам сегодня обсуждали, Фантомка, там вообще, по-моему, четыре шарда, если я не ошибаюсь, сделали для того, чтобы инвиз раскрывать. В принципе, это достаточно сильно. Ну и Рикки, я думала, наоборот от этого пострадает, но если вот у Хакори сейчас в драфте таких героев нет, почему бы и не попробовать? Так, соответственно, да-да-да. Скорее всего, Инкубис Гейминг с этим Рикки хотят просто засноуболить, не дать Тирблэйду раскрыться, не дать ему набрать свои артефакты, потому что Рикки, опять же, такой очень агрессивный герой. Плюс добавили новые шмотки на разгон, и Орбов Коррошен, и новый меч, который дают по всего по чуть-чуть, и с этими шмотками уже Рикки сможет там пойти куда-то подраться, где-то какого-то саппорта подрезать, опять же, свой сноубол начать, и Тирблэйды просто могут не дать времени раскрыться на этой карте. Вполне вероятно, особенно если Марс будет пассивничать, но вообще комбинация у Хакори одна из самых сильных, это как раз Марс плюс Снифайр, наверное, лучшая связка, которую можно придумать. ТБ, который очень-очень быстро формит, плюс у него будет баф от Огрмага, что тоже приятно. Инкубис Гейминг у них, ну, в принципе, тоже неплохие комбинации, опять же, Сан Кинг под Гримп Строком, Рикки под Гримп Строком, можно сразу прыгать, встанить, убивать, особенно Сан Кинг плюс стрелами раны. И, соответственно, что Хакори, что Инкубис Гейминг, сейчас нужно добрать себе какого-то героя в мид, ну, последний банк Инкубис Гейминг мы видим был Слардар, это, опять же, на всякий случай Аптрук Марса в мид отправят, а, допустим, ту же самую селедку на сложную линию для того, чтобы против Рикки был хороший персонаж. Да, и задумали сейчас Хакорина своим последним баном, думают они, что подбанить своим оппонентам. В принципе, от таких самых метовых мидеров уже избавились, это и Пак, или Шрак, и Пугна, которые очень приятно бафнули. Инвокер тот же самый тоже отлетел на первой стадии, и прям очень серьезно подзадумались, и решили от Пангалера избавиться. Кстати, тоже очень прикольный с новым Шардом, то, что он себе такой ручник добавляет, то, что может он остановиться, где-то развернуться, там подстанет лишний раз, очень прикольно сделали. Пангальер, кстати, да, у меня Пангальера очень хороший Шард. На самом деле, вот с этими Шардами, там еще нужно будет время разобраться, потому что у некоторых героев Шарды, вот как раз герои, которые мы уже сегодня отмечали, Распирит, того же самого Пангальера, у них Шарды и правда очень крутые, а вот есть герои, у которых Шарды, ну, совсем, скажем так, пока выглядят очень специфичными. Посмотрим, что будет дальше, возможно, какие-то Шарды будут улучшать, что уже потихонечку происходит, там постепенно, в принципе, начинают апать и новые предметы. Как раз смотрела недавно разбор вот этих новых предметов на Ютубе, и вот в целом была согласна с автором, потому что многие предметы, они выглядели, знаешь, не совсем, если сравнивать, например, по тому, что ты хочешь купить из других предметов, то ты все равно выбираешь там стандартные БКБ для многих героев. Но вот сейчас начинают потихонечку апать, апать и апать, и надеюсь, что перейдем к какому-то балансу. Бестмастер на последний пик, вот так вот решили сделать, соответственно, усилили свой пуш-потенциал вместе с ТБ. ТБ, вот такой хороший разгон, скорость атаки будет просто замечательная, и Огр имеется, Бестмастер, то есть можно достаточно рано, кстати, вместе собираться. А вот на последний пик, Айнкубус Гейминг, забирают себе Лича, и это было достаточно необычно. Я предполагала, что у нас как раз появится какой-то мидер, но, судя по всему, не все так просто. Да, действительно, Лич на лас-пик залетел очень неожиданно, то есть и пятерка на лас-пик, и тем более Лич, это прям очень интересно, и, видимо, или Мирана, или Сангинг Хмит отправятся. Видел я и того, и другого героинов на центральном коридоре в последнее время, но очень интересно. Опять же, по ТМе интересно реворкнули Аганим, то, что теперь у нее Старшторм вылетает не вокруг Мираны, там с определенным кулдауном, а пока стрела, по-моему, летит, и второй Старшторм вылетает в таргет, в который стрела попадет. То есть вот так вот реворкнули. Очень интересно. В действии я такого еще, по-моему, не видел, но посмотрим, посмотрим. Тот же Сангинг с этим новым Аганимом, нет, не с Аганимом, Шардом, да? Да, да, Шард. Потому что он бежит, и вокруг него эпицентры немножко подкастовываются. Тоже очень интересно. Опять же, и Ауе дэмэджа будет много залетать против Террорблейда, который этот дэмэдж не любит. Ну, посмотрим. Пики очень интересные. Нетрадиционно, нетрадиционно. Определенно. Ну, что ж, будем смотреть. И вообще, вот, кстати, я вот пока поиграла немножко в доту, посмотрела, что эти Шард делают, и вот со мной играл Сангинг, и я могу сказать, что у него Шард очень неплохой. И вот, кстати, Сангинг может себе позволить его покупать. В принципе, это герой, который достаточно быстро может фармить, и раньше вот ты покупаешь Блинка, то он там может задумываться. Есть какие-то, конечно, жадные Сангинги, которые через Радик могут пойти условно, но думаю, что здесь будет какая-то как раз абсолютно другая ситуация, когда этот Сангинг будет собирать артефакты для команды, для файта и так далее. Ну и в итоге... Слушай, а я вообще неправ оказался. Оказывается, что Гримстрок в мид отправится. Вот так вот решили инкубу сделать, и прям, ну, очень интересно. Вот Гримстрока в миде... Так, вот... Я вообще не ожидал. Этого никто не ожидал, но я, в принципе, ты как раз больше сосредоточен был на СНГ регионе, на Европе, возможно, и на Китае, ты, по-моему, упоминал, что несколько раз попадал. Но ты не знаком с Америкой. Америка — это свой собственный мир. Это вот просто на самом деле. И вообще, на самом деле, за некоторыми играми я понимаю, что все привыкли к такой... Возможно, даже не привыкли, а хотят наблюдать за такой там Total, OG Secret, где всё, ну, просто ещё и невероятно интересно, и продумано, и какие-то невероятные стратегии. Но Америка, она ещё и фору даст ему, на самом деле, потому что тут такое творится. И вот первая же игра Гримстрок в мид. Стандартная история. Ну, вот честно, мне очень будет интересно посмотреть за этим Гримстроком. Зачем он мидовый? Что он должен делать по игре? И какая его задача? Потому что... Ну, от мидера обычно что ты ждёшь? Или какой-то там прям сильный проказ, как тот же самый Лишрак, или то, что он выиграет свою линию очень сильно, и потом будет по игре что-то делать. Что может делать Гримстрок по игре? Ну, он может закидывать первый спелл, то есть там как-то поддизеблить чуть-чуть врага, оставшимися спеллами. Но... А нужно ли мы для этого фармить? И фармить достаточно много всё-таки, это мидер. Да. И против Марса это не самый, наверное, лучший матча будет. Ну, в принципе, он фармить-то сможет, просто... Что дальше делать, я бы это правильно отметила? У него, конечно, будет неплохая комбинация с Личом. Здесь одна, наверное, из самых опасных и неприятных. И пока БКБ против этой комбинации не соберёшь, ты можешь очень много умирать. Но, опять же, Лич — это как раз такой герой, которого можно очень быстро попытаться зафокусить и не дать возможности эту комбинацию использовать. И более какого-то точечного контроля хватает против того же самого Лича. Во-первых, его можно быстро сбрить за арену, потом стану гормага. Ну и, конечно же, я уже ничего не говорю про Рорбисмастера. Да, действительно. И вот сейчас вот мы видим, что в топе очень сильно Рики просаживается. Ригенов. Не, есть у Лича Фласка. Имеется. То есть всё у Рики будет, в принципе, хорошо. Но, опять же, БИСМастер с бабкой очень сильная линия, очень плотные герои, а Рике это всё не нравится. У Рики 580 здоровья, а тем временем в боте. Фёрстблад происходит. Терблэйд его забирает и... Ну, это прям очень плохо для инкубусов. Для Терблэйда это, естественно, очень здорово. Для инкубусов это очень плохо, потому что когда такой, ну, не самый сильный герой на линии забирает Фёрстблад, это вот прям печаль-беда. Ну, это очень хороший старт для ТБ, как ты правильно отметил. То есть мы смотрим, у Рики всё не настолько хорошо, как бы хотелось. Тот же самый БИСМастер там уже начинает и крипов, Денайт, и сейчас и левел получает, и прогнать его пока не получается, потому что линия пушится в их сторону, как БИСМастер, соответственно. И, опять же, БИСМастеру ещё большое количество крипов. То есть, смотрим, Рики 8 крипов и БИСМастер 8 крипов. И пока нет возможности его убивать. ТБ на боте делает ФБ. Ну и посмотрим, что у нас творится в МИДе. А в МИДе 14 крипов у Марса, то есть чуть-чуть лучше, чем у Гримстрока. То есть по всем трём линиям на данный момент небольшое преимущество есть у нас у Хакои. Да, действительно. И это прям очень тревожный звоночек для инкубусов. Опять же, ну, во-первых, отдавать вражескому керри фортблат это всегда очень плохо, но они сейчас проигрывают все три линии, и при этом у них такой пик, который вроде как сам должен давить. А чем им есть отбиваться? Давай просто посчитаем. То есть у них, допустим, есть подкоп Сенкинга, нова Лича и строку Фейт Гримстрока. И на этом вот такие вот нюки по АОЕ у них заканчиваются. Всё, весь остальной урон у них уже такой, нужно как-то подходить, нужно как-то драться. И если на них побежит жирный Тюрблейд со шмотками, то мне кажется, они отбиться-то и не смогут. А на топе в это время я как раз вам показывала, как убили Лича. Зарабатывают второй фраг для себя. И, то есть, мы смотрим, здесь уже начинается более серьезная доминация, то есть уже и нападают. Мало того, что сам Рик если что, он убивать не может. Хотя вот Рик и Лич это вполне себе неплохая связка. В принципе, с Бабкой они еще как-то могут повоевать, но мы видим, что пока, пока ситуация не очень хорошая. По крипам еще Рикки как-то с Бестмастером держится наравне, но то, что уже и фраги начинают делать, это, этот звоночек становится, как говорится, громче и громче. Ну, прям очень печально сейчас у Рикки. Вот смотри, он стоит на линии, у него два тангуська осталось, то есть, в принципе, пока что Харас ему не особо страшно. Опять же, встроенные пять хаперигена позволяют. Кое-как же сейчас бабка в топе поконтролила руну, отбирает руну и гримстрока, но, скорее всего, будут ее тут наказывать, есть замедление от Лича, и бабка с телепорта отсюда просто убегает, а сбить уже нечем, потому что Лич взял фрост армор в единичку, а не Синистер Гейс, и сбить телепорт просто нечем. Да, неприятно. В любом случае, там бы Хэлл не успел застанить, и, скорее всего, правильно он сделал, по крайней ману не потратил. Ну, из плюсов, то, что Снефайр полетела на базу, и какое-то время ее на линии не будет, хотя без мастера это, по-моему, не особо как-то напрягает, потому что он до сих пор держится по грибам, и посмотри, где находится линия, вот что очень неприятно. Сейчас в топе была попытка забрать без мастера, в него потратили практически все, что только можно. Итог такой, что без мастера просел на половину хп, и Рики вместе с Личом просели на половину хп, а бабка вот только под самый конец подтянулась сюда, и, ну, ну, вот прям очень все пока что у Хакори здорово получается. Вот прям очень здорово. И еще на боте в это самое время у нас погибает Санкинг второй раз. По крипам у него 25 крипов, вроде бы не настолько все критично, но, учитывая тот момент, что у ТБ 35, и он на первом месте по фарму, это становится еще более неприятно. Опять же, под бафом от Огармага Санкинг просто боится подходить, у него еще пески в кулдауне пару секунд, а крипчиков-то бить уже и хочется. Да, и вот, смотри, сейчас в мид перетягивается Мирана, Гримсток отправляется в лес, стаков в лесу для него тут нет, то есть лес он фармить будет очень медленно и неэффективно. Мирана какой-то там уровень и деньги в миде, конечно, получит, но насколько эффективно она будет стоять против Марса, ну не очень. Так, в топе тем временем бабка нападает на Лича, ну или должны, нет, Лич Телепорта улетает и забрать получилось лишь Курьера. Ну, в принципе, тоже неплохо, Рикки без Курьера будет терпеть на линии, опять же, ну, Рикки особо не трогают, у Рикки вот один тангусик остался до сих пор и Рикки просто не трогают. Ему пытаются всячески мешать, убивают его саппорта, уводят у него крипов, харасит, но, так, пока что лайтовенько, но прикол в том, что у Рикки на Творс чуть-чуть больше, чем у Бессмастера, буквально на 300 голды. И это явно не то, что хочется на шестой минуте видеть. Да, уже, кстати, можно переключаться на Творсы. На первом месте, очевидно, ТБ, который находится на полном фрифарме, имеет два фрага, и при том, один из них это Ферсблат, то есть дополнительное золото. Ну, и пока у него прям-таки максимально все здорово, и если там еще Огрмак будет какие-то стаки делать, то вообще будет в шоколаде. Ну, я думаю, сейчас его все устраивает. В треме Миране до сих пор дают получить Экспириенс Миди, она взяла себе уже пятый уровень, она полностью отставила Санкинга, у Санкинга, кстати, тоже пятый уровень, а у нас арена на топе, нападение как раз на Марса, подходит Снэпфайр, просто отличная печенька по двоим, стрела мимо, скорее всего, заберут Снэпфайр, да, так оно и происходит, но сколько же сил и времени потратили, то есть четвером перетянули сюда для того, чтобы убить одну лишь Снэпфайр. Это реально провальная драка, несмотря на то, что Инкузубу сделали один фраг, они убили, во-первых, четверку, во-вторых, в топе оказалось четыре героя, как ты и сказала. Три героя там вроде было изначально, то есть они уже, наверное, минуты полторы там стояли где-то вот в лесу, подфармали в Ли и пытались на этот Снэпфайр выйти, первая попытка была очень неуверенная, вторая попытка, ну, ну такая, вроде удалась успехом, но как же много сил и времени они на нее потратили, Рики все это время не фармил, Мирана вынуждена была перетянуться с мида, Гримсрок опять же очень много времени не потерял, плюс он сейчас пешком отправился на базу и только сейчас вот возвращается в мид, он, наверное, потерял, ну, две минуты точно своего времени и не сделал за это время, ну, грубо говоря, ничего. Есть еще такие моменты, то есть они даже, ага, вот нападение на Рики у нас пошло, Рики с антричок, поставили, замедление, да, конечно, Рики погибает и дальше можно, в принципе, и Лича забрать. Мирана пришла, возможно, будут проблемы у Бестмастера, Мирана должна с ним справляться, главное сейчас добить того самого Лича, с чем справляется бабушка, имеется Лайт Шауду, сюда опять притягивается Грим Строук, до конца дерется у нас бабка, но все-таки Мирану она не смогла осилить. Отличное перемещение от Грим Строука, только, опять же, дерутся они в три, в два, и два героя погибают, и, конечно же, погибает и Рики, что самое неприятное, потому что у Рики Нед Ворс достаточно плачевно смотрится, особенно на фоне Террор Блейда, которого он должен убивать. Ну смотри, сейчас на боте очередной выход на Сын Кинга, Террор Блейд хотел себе третий фраг, но Сын Кинг не пристеснялся, отошел в лес, раскастовал Эпицентр, и с трудом уходит, а вот у Огры здесь будут проблемы, никуда его лечат, отсюда, естественно, не отпусть, хотя тут потягивается неплохо, очень Марс, арену ставит, и выживает Огр буквально на 50 хп, а Лич все-таки погибает, но Сын Кинга не получилось забрать, третий фраг себе этот Рублейд не заработал, он по этому поводу немножко расстроился, но с тем, что у него уже ПТ Яша, Яша у него, наверное, была еще минуту назад, у него все так шикарно. Максимально шикарно, то есть они сейчас даже вот это перемещение, даже Огр Мага не отдали, перетянули Мирану, Мирана ничего сделать, в принципе, не сможет, никак помочь, сейчас Огр Мага она не заберет, и Сын Кинг, возможно, вернется, но вернется он без Эпицентра, и до Блинка ему все-таки копить и копить. Ну, то, что не будет у него Эпицентра, в принципе, это ничего страшного, потому что, опять же, Блинк Дайгера нет, как-то вылететь, синициировать тяжело сейчас будет, но проблема, то, что вот, единственное, сейчас в топе вышка упала еще, Близмастер ее тут в соло забрал с первыми некрами, а в боте вышка, ну, фуловой, по большому счету стоит, но вот сейчас сюда перетягивается личный меч с Кримстроком, стоит тут Мирана, но эту вышку, даже с тележкой, они ковырять будут долго, а в миде, тем временем, он находит Рики на Сентре, хотел он забрать дабл дэмэдж, и, не, уходит, уходит, если только сейчас Снэпфайр его как-то не попадет, но, не, догорает, догорает. И Рики забрали, да, сейчас, скорее всего, Снэпфайр погибает, но то, что она убила Рики, это, я думаю, что она этой ситуации только довольна, то есть, смотри, размен пятой, четвертой позиции на первую позицию, я думаю, что полностью должна устраивать Хакори, и они с таким моментом могут даже попробовать еще и подавить, зная, что Рики отсутствует, он лич левел взял, вот это вот уже неприятно, потому что с Гримстроком, а, Гримстрок-то у нас еще и ультимейт не прокачал. Сейчас будет очень интересная ситуация, если он на десятом тоже не возьмет, лечь как бы уже седьмой, даже седьмой с половиной, а Гримстрок до сих пор без ультимейта, а тем временем Миран тут нашли, которая гуляла по вражескому лесу очень нагло, но Мирана отпускает на липе, она уходит, и на самом деле очень неважно, какие герои умирают у Радиант, пока это не умирает Тиррблейд, потому что у него настолько все здорово, там в топе нападение на Бестмастера, но Бестмастера тут заберут, конечно, но опять же, это абсолютно не имеет никакого значения, потому что у Тиррблейда уже Саша Яша на одиннадцатой минуте. Гримстрок делал очень наглый телепорт, за что его наказали, однако Чайник от Лича полетел очень хорошо, неплохо было бы забрать еще Санкинга, Санкинга не добивают, притягивают у нас Огармага Лич, и идет дальше, подкоп, неплохо, стрела под этот подкоп, Санкинга еще буквально один удар нужно сделать, этот удар будет сделан доминейтинг для ТБ, ТБ еще должен забрать тут вышечку, Мирана лип имеется, пытается отойти, Мирана уходит на лоу хп, но тавр потеряли, размен 3 в 2, если учесть, что до этого погибал бейсмастер, первый какой-никакой размен, который Инкубус должен устраивать, хотя они все равно потеряли тавр, и все равно все в плюс идет для Тиррблейда. Ну, Тиррблейд забрал еще 2 фрага, у Тиррблейда все здорово, я видел просто, как в драку подошла Мирана, там словила буквально 2-3 тычки от Тиррблейда, и улипалась на 150 хп. И Тиррблейд, это реально сейчас машина, у него уже почти сверху Саши Яши готовый Драгон Лэнс, у него нереально много денег, у него почти в 2 раза больше денег, чем у Рики, и с таким отставанием Рики будет невероятно тяжело по этой игре, и он это вроде как понимает, и поэтому покупает себе Баттлфьюри, но такая проблема, что Баттлфьюри это сильно играть тебе не поможет, пока он у тебя даже появится, то есть крипов бить да, а вражеских героев нет, а с таким сноуболом Тиррблейд буквально, я думаю, минут через 5 уже пойдет на хайграунд. Ну, если в таком же духе все будет так, замедление, нападение у нас на Гримстрока, Гримстрока Гост имеет, а тут бабка еще начала плевать, и, соответственно, совсем неприятно, сейчас можно попробовать самого Рики убить, щит повесили, но подцепить нечем, подцепить уже не получилось, потому что у Марса до сих пор не было блинка, но вот сейчас он его как раз и покупает. Получается, Гримстрок два раза практически подряд погибает, это очень неприятно, потому что мы уже отмечали, что, ладно, там, допустим, против него Марс играет, тоже, который не так много фармит, который идет не в артефакт для фарма, а артефакты для файта, это быстрый блинк, это еще не настолько, а если бы против него был какой-то герой наподобие этого самого Шторма, он бы уже перефармил Гримстрока в миллион раз. Марс сейчас блинк прилетит, арена есть, и потихоньку, я думаю, что ребята начнут просто забирать вышечки. Форма УТП имеется. Ну, скорее всего, смотри, сейчас инкубасы в миде нажимают смог, смог они этот нажали удачно, не на варде, отправляются во вражескую тройку, хотят тут найти Терроблейда, но они недооценивают, видимо, фарм Терроблейда, потому что Терроблейду тут уже не нужно, в принципе, качаться, Терроблейд может сейчас вот уже идти, пока у него метаморфозы не в кулдауне, с моей командой, и идти давить вышки, забирать, в принципе, всю карту, он сейчас нереально сильный, я не знаю, что нужно сделать, чтобы его остановить, и он действительно может понаглядь, ну, сейчас вот выходят они на Терроблейду в боте, но готовы за нее драться инкубасы, прям хотят. Садкинг, сабицатор? И с блинком, что тоже очень важно, но вышка уже упала, на Терроблейду подцепили Ильича, так что связки не будет, ставится арена от Марса, эпицентр от Санкида, в принципе, неплохой, получается забрать у нас Бесмастера и Огармага, связочка от Гримстрока, Гримстрок пытается уйти, Ильич байбекается, пошел Чайник, Чайник неплохой, можно убить сразу двоих, это минус 4, с помощью байбека от Лича получается сделать минус 4 и за наглость наказали. В замесе полностью отсутствовал ТБ, ТБ не внес вообще никакого, можно сказать, урона, и вот хороший минус на Личе, который изначально должен был им выиграть файт, в итоге пошел, как бы, минус команде, потому что Лич байбекнулся и смог все-таки реализовать свой ультимейт вместе с Гримстроком. Ну, тут ошибка, не нужно было, наверное, на эту Т2 эти, потому что позиция, чтобы ее подефть очень удачная, то, что ты находишься на хайграунде, твой оппонент на логграунде, ты его видишь, они тебя не видят, и очень хорошая возможность и для Санкинга ворваться, и для его друзей уже как-то помочь потом. И вот эта вот самая позиция, она сейчас похоронила. Все для Хаккори, и немножко отдали они преимущество, и, кстати, интересно, то, что после этой драки по Нетворцу у них менее 1000 преимущества, то есть отдали они достаточно много, по экспириенсу вообще инкубус ведут сейчас, и игра становится интереснее прям, если не брать в расчет Тюрвблейда, который перефармленный, но за счет того, что контроля много у инкубусов, с Тюрвблейдом как-то можно попробовать справиться потом. Сначала всю его команду забрать, потом уже как-то Тюрвблейда победить. В целом, еще интересно сделали, они не расставили Vision на ХГ, если бы они уже захватили, то можно было бы так. У нас Марс получает подкоп, притянули, Марса можно забрать достаточно быстро, и это получается сделать. Я слышу рор, рор у нас на Рики, Рики в размену, шкодит, неплохо. Бестмастер, связочка с Снэпфайр, полетел у нас Чайник от Лича, остановился просто Бестмастер, сдается, ничего не делает. Трех героев потеряли в размен на Рики Мару, и предпочитают драться до сих пор без ТБ, без своего самого расфармливого героя. У него в кулдауне была форма, ну и вот этот момент достаточно странный. В этот раз они пошли в эту же тройку, потеряли изначально Марса, он не успел в принципе сделать ничего. Собирает БКБ, против, опять же, вот этого пика с Гримстроком БКБ зайдет просто идеально, и вот при появлении этого артефакта, я думаю, что проблемы многие отпадут. Ну, БКБ или Тироблэйда мастхэв? Вместе со Скатти это все будет у него здорово. То есть он будет уже очень жирный, опять же, с БКБ, пробить его так просто не получится, за контроль тоже. Опять, та же самая проблема, Тироблэйда не умирает, у него умирает команда. Нужно что-то делать с командой. Команда, ну сейчас она, наверное, не должна была действительно идти опять так вот на хайграунд, в тот же самый хайграунд, только с другой стороны, пытаться там что-то сделать. Вижна у них там опять же не было. Что они там хотели добиться, не очень понятно. И сейчас под 20-ю минуту им бы как-то с Тироблэйдом все-таки воссоединиться, пойти в Питером попробовать забрать Тироблэйшку и захватить Аванпост у них. На это, в принципе, еще есть 2 минуты. Но Инкубусы уже готовы. Они почувствовали то, что они тоже сильны, то, что они тоже могут выигрывать драку за счет своих комбинаций. То есть два Чайника Лича это очень больно под связочку прям строка. И Рикки уже смотрится не так печально. То есть 18-ая минута у него почти БФ готов. Все налаживается у него в жизни, в принципе. Это если учесть, что у него еще немножко ему не повезло, никакие фраги ему не доставались. Если бы фрагов хотя бы парочку было, то может бы и был готов БФ. Так, в МБР и спадает. Ой, я думаю, что ТБ от такого артефакта явно не откажется. Он становится суперплотным, у него практически готово скати. То есть у него Драгонлендс, Ашияша, Скати и еще в Эмбрейс. То есть очень приятные артефакты. И смотри, вот сейчас вот Бессмастер в топе в соло пытается аккуратненько вышку подпушить. Некра у него будет через 15 секунд, но ему помощь какая-то нужна, потому что вот сейчас вот в Смаках Инкубуса выходят, будут-то они пытаться его искать, но они не в ту сторону идут. Они думают, что за ним стоит команда, судя по всему, а команда-то за ним нет. Он в соло вот так вот нагло играет, просто кабанами вместе с Некрами линию толкает, вышку начинает пушить и никого сейчас опять Инкубуса не найдут. До Баунтирун опять же еще минута, то есть рановато для этого так выходить. Но Сен Кинг почти нашел Бессмастера, что-то чувствует, подкапывает, хорошо подкапывает, находит Бессмастера, есть Эзерел от Гримстрока, но и Бессмастер отсюда никуда не уйдет. Наказали, Санак Костя. Да, наказали, хотя он достаточно аккуратно стоял, в принципе там Марса они уже на боте должны были видеть. Если, знаешь, так смотрится, что если Хаккори по личному скиллу, по тому, как там линия, стайи, они все сделали лучше, то Инкубус больше как-то командно играют. И вот, например, сейчас, то, что сейчас убивают на топе Бессмастера, на боте бывает масса, это определенно жизнь проще ТБ не сделает. Тем более, ТБ уже готова с Катей, и это как раз тот момент, когда у Рики имеется только один БФ, а у ТБ имеется Скади, Саша Яша и Драгон Лэнс. Ну, видимо, задумка была то, что вот сейчас вот мидер, твой Марс, идет в бот, он там показывается, стягивает туда противников, Тиррл Блейд, Коля, то, что парни у меня Скади, пойдем заберем Рошана в смоках. Я уже жирный, у меня много урона, я смогу. Вот они такого не ожидают в 20-ую минуту, когда там кто-то аванпосты пытается забирать баунти руны. Не, это все неинтересно, мы хотим Рошана. И этого действительно Инкубусы не ожидают, и действительно получится забрать Рошана. Вот на ровном месте, абсолютно. И сейчас Свердблейда с Айгисом, ну, ну ладно, Свердблейд с Айгисом это не такой страшный герой, опять же, когда он умрет, метаморфоз, это у него закончится. Да, так и есть. Теперь они должны просто идти в пятером. Ну, по-хорошему, да, по-хорошему, да, но как-то они опять сплетятся, два героя в миде, Бессмайстер вместе с бабкой отпушивают линию, в топе уже, правда, Террублейд, все-таки решили они тут два вышку несчастную забрать, которую Бессмайстер наполовину прохарайсил, но не поздновато ли, а в миде бабку, кстати говоря, ловят, очень легко ее забирают, просто вчетвером. Но это нечестно, они вчетвером нападают на одного героя, а Террублейд продолжает качаться. Это да-да, только здесь остальные герои тоже, в принципе, не особо качаются. Вот, хотя бы тавр забрать, в любом случае, для Инкубус, это, наконец-то, это вторая вышечка, я думаю, что они даже такому размену счастливы. И опять летит у нас Санкинг, сразу в песочке, имеется здесь один сентричок, подкоп от него, замедление, Санкинг, вообще-то, может за это и поплатиться, нет, дальше идти не хотят. Дальше идти не хотят. Здесь встретили Огармага, который отделился. И вот просто по одному теперь подцепили у нас того самого ТБ, но арена от Марса. Бестмастер, Рор, мультимейт от Гримстроука, чайник от Лича, Бестмастер лопнет за считанные секунды. В принципе, и получается так, как должно было быть. Забирают команду ТБ, а потом уже и на ТБ переключается. ТБ, подкоп, какой бы ты плотный ТБ не был, контроля здесь и от Лича, и от Мирана, и от Санкинга просто предостаточно. Приходит Снэфаер такая, знаешь, говорит, что бы на нее не подумали, что из-за нее замес проиграли, можно в принципе и соло погибнуть. И погибает вместе, чтобы присоединиться к своей команде, чтобы, как говорится, командный такой игрок. Ну, меня прям улыбнуло, как бабка под камнем. С телепорта зашла такая, ультимейт раскастовала, ни в кого не попала, печенька в никуда, дробовик как-то все мимо. Прям, ну вот, прям по классике. Типу, парни, я здесь, я что-то сделал. Но он по факту ничего, конечно, не сделал. Ладно, подошел Фиданул, в принципе, этот фраг особо ничего не влияет, там, умерла и умерла. Но проблема-то в том, что сейчас Инкубус не только силу свою почувствовали, у них уже преимущество достаточно солидное, 5000 колды, и Рикки уже с Battle Fury. Будет он дальше выходить себе в аганим, будет он грейдить Tricks of Trade. Опять же, аганим, по-моему, апнули. Теперь он в аганимном Tricks of Trade бьет сразу двоих героев, а не только одного. И, ну, приятно для Рикки будет. Очень приятно. И отставание он от Тирбейда уменьшает. То есть, это вроде бы те же самые 4000 голды, как и были 10 минут назад, но если тогда были цифры на уровне 8000 и 4000, то теперь это уже 15 и 10. Это уже не такая большая разница именно в процентном соотношении. И самое главное, что у Рикки то слоты все-таки появляются. И есть чем пока что останавливать Тирбейда. Что я с ним буду делать, когда у него БКБ появится? Ну, видимо, так же убивать его команду, а потом убивать Тирбейд. Ну, просто кайтить, как обычная такая история, либо не давать возможности поражать этого БКБ, варианты, в принципе, есть. И вот, кстати, по поводу ТБ. Тут такая неловкая ситуация. Загулял. 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 Это, во-первых, далековато он вышел, а во-вторых, пока нет БКБ, его все-таки есть возможность убить, особенно если вы впятером на него нападаете. Ну, и показывали уже, в принципе, нам не раз, что они делают. Тут, опять же, подловили еще и Марса. Марс, конечно, копье используют, но Миранов кулдаун не липы. Блинк аут. Теперь Снэпфайр может стрелять? Нет. Снэпфайр имеется, Форстаф она вроде бы отходит. Ингс Велна, Санкинг, Гас, Санкинг, поискал, поискал, не нашел Форстаф слишком поздно. Ему дали, но, в принципе, попытка, попытка засчитана. Ну, Тюрблейда прям очень классно подловили сейчас. Это вот действительно тот фраг, который нужен был. Тюрблейд два раза погибает подряд. Это единственные его две смерти. Опять же, они его остановят сейчас. И теперь Анкубасы сами уходят в нападение. Хотят они забрать эту Тюрдва-вышку в миде. И, в принципе, ну, очень тяжело. У них нет таких героев, которые могли бы стоять и бить вышку, как Тюрблейд. То есть, пока они не сделают парочку пиковов, сложно им будет очень забрать какую-то вышку. Если за нее, конечно, захотят подраться. Если за вышку не драться, то любую вышку реально забрать. Аганим, кстати, появился у Гримстрока. Не помню, мы, мы, мы с тобой еще не обсудили этот момент. После Этериала просто Аганим. Ну, конечно, Этериал можно засоявить как-то себя, но тем не менее. Просто вот Аганимчик. И посмотри, насколько все хорошо. И Гримстрок уже по фарму там опережает Марса. Ну, Марсу очень нужно БКБ. И вот, наконец-то, этот ключевой артефакт появляется. Вот тут 3 БКБ. Даже на самом деле, я думаю, что в редких случаях можно и Бестмастеру позволить себе этот артефакт купить, потому что уж слишком много магического прокаста на данный момент у Инкубус, благодаря которому Бестмастеру убивают изначально. И, в принципе, это получается, хотя это такой плотный герой. Получается. Так, и у нас арена, нападение на Мирану. Стоит тучка от Рики под сейв. Но нет, Мирана все-таки должна погибать. Мирану отдали. Снэпфайр тут поплевалась. И я думаю, что Инкубус могут просто аккуратненько отойти. На Инкубус сейчас хотели выйти. У них тут стоял опс на лесенке, чуть выше вышки сер-2 в миде. Хотели они кого-то подловить, но вот Мирана чуть-чуть нагловато пошла на хайграунд. Не видели они точное количество противников. Плюс в тот момент, когда она пошла, там уже опс сломали. А тут Марса тем временем ловят, опять вчетвером нападают. Но Марс БКБ прожимает, и Рики его просто-напросто сгрызает. Как-то очень быстро. Огро также должны будут сейчас забирать. Рики его грызет. И у Рики это действительно появился уже урон. И даблкилл он себе забирает. Отличный подкоп от Санкинга. Просто сейчас и эпицентр. И чайник у нас летает. Это еще и связочка от Гримстроука. Минус 4 в итоге оформляют. Трипл килл для Рики Мару. Марс изначально не прожал БКБ. У него осталось где-то процентов 15-10 хп, когда вот Рики уже прыгнул, когда у него был Блокинбар, когда он его прожал. Весь урон, в принципе, там нанес Санкинг под Инксвеллом. И, соответственно, просто Марс, у него не было возможности поражать БКБ чуть пораньше, потому что он уже оказался изначально в стане. Потом его притянул Лич, и, соответственно, вот эти 15 хп, Рики ему, 15% хп, Рики ему легко сносит. 10 тысяч преимуществ в Инкобус. Теперь у нас уже сейчас еще и предметы можно будет новые собрать. Например, Майнбрейкер для Рики Мару тот же самый. Или почему бы и нет? Ну, Рики не хочет себе Майнбрейкера, он хочет себе коготь оставить. Все-таки коготь дает именно урон, урон-урон, плюс криты, которые, скорее всего, должны стакаться с Клаккендаггером, с его пассивкой. То есть, первую тычку с Блинкаун очень серьезную будет давать. И теперь Хаккори сами хотят выйти в смоках, хотят они кого-то подловить. Но, во-первых, Инкобусы готовы, они находятся сейчас вчетвером у себя в тройке, стоят они на хайграунде. Вижена там у Хаккори нет. А, они хотят на Рошана. Но рановато для Рошана, он не мог еще даже засполниться. То есть, тут тоже косяк с таймингами. И вот походили они, погуляли в смоках, никого не нашли. В мини сейчас, конечно, героев они видели, но нападать вот так вот, когда видели лишь одного Сен Кинга, наверное, не стоит. Кто же будет первым у нас? Бестмастер без ДНК. Монлайт Шадо от Мираны. Сейчас еще такой косяк, то что Бестмастер и без Некров. То есть, Монлайт Шадо действительно не получится никак никого увидеть. Нападают на Огра, Огра быстро забрали. Огра мало того, что быстро забрали, но могут забрать Рики в отметку и 70 секунд без байбека, также нет. Сен Кинг пытается уйти. И связка от Гриммстрока пошла. Чайник от Лича. Чайник, в принципе, неплохой. Бестмастер пострадал. Ну и самое неприятное, что здесь ТБ, который не прожимает БКБ, свапается ХП со Снэфайра, идут за Личом, Лича забирают. И теперь можно попробовать самого Гриммстрока убить, потому что ТБ уже начинает фокусить именно его. Гриммстрок отправляется в таверну. Это размен 3 в 4. По большей части выживает Марс и ТБ. А с другой стороны выживает Мирана. Это как раз моменты, когда БКБ были использованы, хотя вот ТБ даже без БКБ справился, просто Снэфайр свою решил. Свап на СХП. И в целом неплохо. Первый замес, который выигрывает для себя Хакори за очень долгое время. Ну, ТБ постеснялся нажимать БКБ, когда по нему один лишь Чайник Лича летал, но Чайник очень знатно полетал, он почти фулл ХП ему снес, действительно очень больно залетело, потому что летал он всего по двум таргетам, по Тюрблейду и его Иллюзии. Как-то и не развел он их, ну, себя от Иллюзии почему-то не отвел. Ничего не сделал, там, конечно, замедление, вот это все, но даже не пытался. Ну, хорошая драка, действительно, получилась сейчас для Хакори, и Рошан заспаунится через минуту. Инкубусы все встанут к тому времени, все кулдауны у них уже будут, так что за Рошана драться они будут готовы. Ну, и у Тюрблейда форма там откатится секунд через вас после того, как Рошан встанет. Вот я сейчас открываю всех героев для того, чтобы посмотреть, у кого у нас есть аганимы, у кого у нас есть, и в итоге у нас аганим на Рике, аганим на Гримстроуке, аганим на Миране, но у нас ни одного аганим шарта. Даже на ДП, который, вот казалось бы, в принципе, явно не откажется от этого предмета, и у него слишком много фарма, то есть для него 1400 золота, по большей части, это вообще ерунда. Так, у нас идет вперед Санкинг, получает стан, сразу можно забрать именно его, Монлайт Шаду, Лич Покотс, это слишком сильно. Да, он успел, конечно, кинуть чайник, но по факту это минус 3, и Доминейтинг у нас для ТБ, ТБ с БКБшкой камбэкает. А тут сейчас еще и Рики подцепит, Вижн, да, стоит в центре, и Рики никуда не уйдет, БКБ у него никакого нет, но и Санон просто не вышел, также погиб. И вот он, вроде был камбэк, вроде все было здорово, а преимущество уже становится 2000, и уже 2000 на 31 минуте, это полная фигня. Плюс, также Хаккори сейчас заходит на Рошана, наверное, в этот раз Тюрблэду стоит себе забрать не Айегаса, а сыр, чтобы не потерять форму, чтобы он остался с ней, просто на фулл-хп. И, в принципе, они сейчас могут даже попробовать на хэгграунд пойти, то есть Марс тут средовышку в миде, по идее, сам заковыряет, Огр топ толкает, и Тюрблэйд либо забирает себе все. Даже так. ладно, действительно Тюрблэду, ну, это правильное решение, у него 22 тысячи Нетворс, а у Марса 12, а это второй Нетворс в его команде, так что тут как бы либо Тюрблэйд в соло, либо нет. Какая у нас, ты знаешь, игра, камбэк на камбэке происходит, казалось бы, в начале, вот, судя по тому, как линии отстояли, и так далее, ну, все, легкое для Хаккори, потом смотришь, ага, так, тут у нас ребята получше дерутся, ну, раз они лучше дерутся, значит, они скорее всего будут, и дальше все будет хорошо, они выиграют, но тут ТБ все-таки волевым решением, БКБшка, кстати, на самом деле, БКБ, оно вот, я так говорю, вот БКБ, БКБ, которое повлияло на много, но на самом деле, БКБ ни на что не повлияло, он его еще ни разу не нажимал. Ну, все впереди, это то самое решающее БКБ, 10 секунд на последнюю драку, видимо, но вообще, вот сейчас можно просто по нетворсам посмотреть, у ТБ 22 тысячи нетворса, а ближайший его тиммейт, там 12 с половиной, это Марс, и прям, ну, очень большой разрыв, а инкубусы при этом все держатся очень рядышком, вот так вот, у них у всех примерно одинаковые нетворсы, это очень сильно характеризует стиль игры. Марс просто БКБшку прожал, получил сейчас стан, знаешь, как его убьют, очень забавно, ну, то есть, он просто пошел в БКБ, потом БКБ закончилось, получил подкоп, и умер, стрела, стрела не попадает, табр не добили, Марс, 70 секунд. Ну, наверное, стоит просто отойти, опять же, ресурсы все есть, кроме метаморфоза, метаморфозу прожали, она скоро закончится, так вот, моя мысль по поводу нетворсов, Хакори играют 4 плюс 1, вот максимально жестко, насколько это только возможно, вся команда саппортит Террор Блейду, у всей команды ничего нет, а инкубусы играют командно, и тот момент, когда они переворачивали игру, когда они делали вот эти вот соло фраги, почему они их делали, а потому что Хакори бегали по одному по карте, и их ловили там по 2, по 3, по 4 героя, на них делали вот эти вот пиков и просто нападали толпой на одного, и у них получалось так играть, и вот это вот очень хорошо характеризует стиль этих команд, по крайней мере, на этой карте. Да, все так, все так. Ну, инкубусы как-то, я бы сказал, нагло выходят сейчас с базы, то есть да, по-прежнему преимущество за ними, 4 тысячи, но это уже не так много. Аегис. Да, но там и Аегис, и Тиро Блэйд, но возможно они так и нагло играют, потому что понимают, что, наверное, без формы Тиро Блэйд не захочет драться, а до окончания кулдауна формы еще целая минута. То есть целую минуту они, в принципе, могут побегать, понаглеть чуть-чуть, возможно забрать вот эту Тиро-2 вышку в боте, чем они потихоньку и занимаются. Слушай, неужели у нас вообще для одного геймшарта не будет? Я просто слежу за этим, и это как-то меня расстраивает. Ну, действительно странно. Действительно странно, то есть шар на реке очень прикольный. Ну а ТБ разве уже? ТБ, который столько фармил. То есть это не такая сумма, вот как раз для ТБ на 1400 золота. Что это такое? Это же с теми слотами, которые у нее есть, тем нетворцем. Так, у нас попытка была на Мирана напасть. Но не получилось. Млайт Шаду сразу же погибает Стэпфайр без Вайбека. Рики вроде бы уходит. Подкоп от Санкинга. Эпицентр. Все в Бестмастера. Бестмастер сейчас погибнет. Это минус 2. Марс в связке стоит с Огармагом. Ставится Арена. Мирана из нее не выпрыгивает под Лотусом. Огармаг. Огармаг очень покоцанный. Под Глимером вроде бы получилось отойти. Идут за Марсом. Марса добивают. Трипл килл для Рики. И хотелось бы посмотреть, что делает ТБ в этом всем замесе. Но ТБ грамотно капитал Тир. А расскажи. А вот он бегал тут между Тир 2 и Тир 3. Вот Т2, которая упала и Т3, которая сейчас упадет. Вот он между ними бегал и вот думал, пойти подраться. Нет, не хочу. Пойти подраться. Нет, не хочу. И вот он вот так вот всю драку пробегал в принципе. А потом уже, когда парочка героев умерла, он просто пошел фармить стройку, забрать руну и так далее. Ну правда, сейчас на базу он конечно вернется, но тут Снепфайр опять погибает. В этот раз под фонтаном подселил он ее конечно, но буквально на пару секунд продлил ее страдания. И неужели Инкубас сейчас заберут эту игру? Потому что байбеков-то нет, и сторону они эту заберут. И вот Тирублейд вроде Аегис, сыра правда уже нет, 10 секунд. И был бы у него Аганим Шард, он же мог бы подраться с ним. Ну то есть... Ну не один же в 5 все-таки. Нет, я имею ввиду в том моменте, когда у него Аегис с Аганим Шардом, он бы мог просто подраться. Возможно он не хотел драться из-за того, что у него как раз кулдаун формы был. Ну скорее всего, потому что Тирублейд без формы. Да, Шардова конечно сильнее бафает, но опять же это милишный корм, которого достаточно легко раскайтить, по крайней мере пока Эбисол какой-то не появится, потому что прям возможности кого-то как-то зацепить у него нет. Догнать тоже тяжело. То есть да, башер, да, скайди, но просто дойти до какого-то таргета в драке ему тяжело будет. И поэтому милишной форме Тирублейд все-таки драться не хочет. Ну и нет у него того же самого МКБ, чтобы в тучке Рики просто бить как-то. Ну у него же есть Аганим с Аганим, то есть это Аганим же не был кулдаун, то есть хотя бы 10 секунд, и что там, можешь как-то странно, 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 он, так вот, сейчас убьют сразу Лича, Байбек, правда Лича есть, Бестмастер, Рор, на Мирану, Санкинг рядом, очень неплохо было бы, конечно, Мирану сразу убить, печенька Снэпайр неплохая, взрывается у нас Мирана, еще зонит у нас Санкинга и прыгает Марс, арена очень хорошая по двоим героям, ставится тучка Рики, Рики просто отсюда уходит, но нужно добиваться, добиваться Санкинга, теперь переключаются на Гримстрок, и Гримстрок также погибает, и самое неприятное, что сделал Гримстрок в этой ситуации, это хотела бы я сказать, что он потратил ультимейт, но ультимейт уже кулдаун небольшой, его все равно не будет 80 секунд, ответочка у нас пошла. Ну, тут-то байбайки есть, то есть сейчас Лич байбайкнется, Санкинг байбайкнется, у них все есть, у них все здорово, но единственное, что у Лича нет, это его друга на Гримстроке, который ультимейт в кого-то нажал бы, чтобы два чайника полетели, но вот сейчас вот Тиро Блэй действительно зол, и Глиф, конечно, прожимается, прожимается байбайк Санкинга, но этого мало, чтобы Тиро Блэйда остановить, у него все еще 10 секундное ПКБ, у него есть Титан Сливер, у него все прям очень здорово, но бараки сейчас упадут, и к тому времени форма закончится, вот тучка Рики, правда, мешает, но должен, по идее, барак все-таки падать будет сейчас, нет, смотри, закончилась форма, и возможно, этот барак задефают, и сейчас драться на развороте пойдут. Поставили сентри, тучка от Рики, Марс, Арена по троим, Рики отсюда просто уходит, Санкинг погибает после байбэка, дальше, просветочка, Угрмага фокусит у нас Рики, Угра отправляется в таверну, Рики отходит, притянули хотя бы Марса, ставится тучка, Рики фокусит Марса, Марса нужно добивать, Рики очень боится, у него нету БКБ, а подходить под ТБ очень опасно, тем более он поражал все-таки Аганим, и у него есть еще где-то 10 секунд, Бессмастер подцепит Лича, Лич замедление, еще буквально пару ударов, эти пару ударов были сделаны, и тем более сейчас, как я предполагаю, а, только летит, летит еще Эписел, переходит Гримстроук, повесил ультимейт, но Лича нет, ага, Лич, Лич есть, Лич есть, только вот ультимейтову Лича нету, байбэк, Бенни забирают у нас на фаер, стрела не попадает, гонят сейчас инкубусы, хотят они кого-то забрать, опять же, Суэрлблейд без формы, нужно драться, Огр в Глимере, просветочка прожимается, Огр заберут, и что, все, больше никого-то спануть они не смогут, ну, скажем так, разменялись бараками, разменялись любезностями, ситуация на карте осталась почти такой же, за исключением двух байбэков, которые инкубусы потратили, а, хотя тут ответный байбэк на Тогра был, ну, то есть, в принципе, все осталось вот плюс-минус так же, мы сейчас ждем третьего, да, третьего Рошана, за него должна будет драка быть, Рошан резнется через минуту, что, в принципе, для обоих команд неплохо, то есть, у Тирблейда появятся все его кнопочки, опять же, Сен Кинг воскреснет, у Мираны все откатится, и обе команды будут готовы драться, у всех все будет, и вот это, скорее всего, будет решающая драка, потому что, на данный момент на карте есть лишь два байбэка, это у Марса и у Рики, и прожали где-то Смок, я его слышал, но я его не вижу, а где Смок прожали? Так, у нас перетянули Марса, арену поставил, ПКБ прожал, подсейвить не получается, Лича, Лич без байбэка, Лич без байбэка, Эписал имеется у Тироблейда, Тироблейда подцепили, он прожимает БКБ, очень много урона уходит никуда, сейчас просто за пару ударов разбирается Сен Кингом, который тоже без байбэка, если бы получилось как-то еще, на самом деле, помочь ТВ подтолкнуть, чтобы он, О, Бестмастер прыгает у нас, точнее, как прыгает его, Снэпфайр выплевывает, Гримстрок погибает у нас, байбэк, что у нас по Гримстроку с байбэками, да, судя по всему, байбэка не будет, а тут есть Рошан, Рошан третий, Рошан с рефрешером, это просто то, что доктор прописал для ТБ, он будет максимально доволен такой ситуацией, хотя, возможно, они захотят просто, даже не на Рошана пойти, а пойти в трон, но пока непонятно, а, и ДАВЛ Дэмэдж, это 100% в трон. А тут, да, тут ТБ просто нашел ДД, была инфа, Тюраблейд очень целеустремленно за ним бежал, пока еще метаморфоза не кончилась, они сейчас просто должны в трон по идее идти, или в топ пойдут, но тут бараки, конечно, голые стоят, да, идут забирать еще верхнюю линию, но там те времена у них база подпушилась, если какие-то тревела есть, а есть тревела, кстати, как минимум у Дагримстрока, возможно, попробуют разменяться, но нет, сторона уже упала у них, и отходят спокойно к Акори. Можно просто зайти, забрать Рошана, забрать Рефрешер и пойти закончить свое дело, потому что остается только одна сторона, и в целом там Бэбэга больше не станет. Я хочу, чтобы вот эта игра чуть-чуть подзатянул, чтобы Тюраблейд себе смог все-таки приобрести рапиру, и чтобы ее каким-то чудом смогли выбить из него. Это будет с шикарной концовкой этой игры. Ну... Чтобы выбили рапиру и пошли в трон и закончили игру Инкубуса. Шанс, конечно, есть, что так произойдет, но все-таки мне кажется, что, возможно, он даже не дотерпит до рапиры. Хотя это было бы забавно. Это было бы... Как раз, знаешь, я бы сказала так, что... соблюдались бы границы этого региона, потому что именно в Америке происходят такие вещи. Ну, это должно случиться. Смотри, сначала у нас ввели Хакори, потом ввели Инкубусы, и вот так вот все это меняли. Сейчас ведут Хакори, то есть следующие должны ввести Инкубусы. Что может случиться, чтобы они начнут ввести? Ну, Тирблэй, это даст Трапиру. Ну, или они просто подерутся, как уже пару раз было с Аегисом. Но это не так нейрично будет. Ну да, тем более, это же у нас было уже. Сценарий Трапиры более интересный. Ну вот смотри, сейчас та самая Тир-2 вышка, они еще и выше. Который начался камбэк. Так. Это то же самое место. есть ввели у Инкубусов. И вот сейчас вот на ХГ идут иллюзии. Этими иллюзиями видно все позиции, где кто находится. И пока что все неплохо. На них не прыгнут. Они заняли горку, все хорошо. Так, Марс, опять же, БКБшка в этот раз пошла, и арена тоже стоит очень хорошая. И в этот раз ТБ им помогает. Теперь нужно просто избавиться от Санкинга, но Санкинга подсейвили. Мирана вроде бы отсюда отходит. И потеряли только Снэпфайр. Главное, что они смогли занять вот этот хайграунд. Это психологическая гора. На нее зашел, все, победил. Неважно, Снэпфайр можно отдать. Все остальное хорошо, проблема то, что... А, нет, это Мархоша не была потрачена, она все же еще есть. Тогда нет никакой проблемы все. Никаких проблем. Ну, только Марс на хайграунд запрыгнул, но он спрыгнет оттуда обязательно. Рикки, кстати, тоже думает про рапиру. Так что, возможно, тебе не придется ее покупать самому. Слушай, это будет еще короче. Смотри, вот тебе сейчас прямо может себе ее купить. Вот продать что-нибудь, купить. ПТН, продавать и покупать рапиру. И Рикки с двумя рапирами. Рапирка. Все. И Рикки как раз убивает сироблэйда, получает с него косарь колды и покупает вторую. Ух. Это будет еще лучше. Так, но для этого нужно очень постараться. На это Тир-2 вышка тут все-таки, видимо, упадет. Не хотят за нее, Инкубусу, драться. С горы их согнали. И драться эту вышку уже не получится. Опять же, Марс в очень классной позиции здесь стоит. Все он видит. Готов он прыгать с блинка, готов ставить арену и инициировать. Но Инкубусы не сдаются. Они обходят спину. Сенкин бежит первым и Сенкин сейчас будет копать. Он-то, конечно, копает, но просто там ТБ в форме и бьет он настолько больно, насколько это возможно. Просто Сенкин испарился, как будто это ЦМка, бестмастер, рор. Ну и Рикки отправляется туда же. Снэпфайр, заплевывается, гримстрок, получает очень много урона от Снэпфайр. Это минус 3. Рикки байбекается. Рикки смотрит, на кого же ему прыгнуть. Понимает, что прыгает лучше к себе на базу. Расправляется с Мираной. Мирана байбекается. Это у нас уже второй байбек. К ТБ даже близко не приближаются. И падает последняя, третья сторона. Падает она будет очень-очень быстро, вы сами понимаете. Под бестмастером, под бафом от Огрмага, под драпирой. И просто идти и ломать трон. Ну просто нечем сейчас действительно Кубусом уже отбиваться. Прожимает, конечно, Монлайт, пытает что-то сделать. Но тут Марс прыгает. Замечательно, Мирану пригласил к дереву. Тюрублей туда подтягивается. Сейчас буквально из трех ударов ее съест. Рикки там что-то делает. Пытается с бабкой что-то придумать. Ну, есть танчик. Рикки также погибает. Ну и трон, естественно, упадет. Погибает. Вся команда Иткубус, а Хакори побеждают на первой карте. Не случилось с последнего камбэка у Иткубусов, но в принципе даже и без этого игра была очень зрелищная. И такого количества камбэков ну, наверное, я ни разу не видел. Америка смогла тебя удивить? А это только первая карта, понимаешь? Это вот. Ты просто не смотрел финал Америки, который последний комбэк. Там вообще это было... Вот понимаешь, пять карт и пять карт, в которых каждый случается какой-то такой момент, типа, знаешь, там Диная и Аегиса, воровство Аегиса, потом еще забыли Аегиса. У меня вот просто... Я ждала каждого Рошана как чего-то уже... Я просто думала, что они придумают сейчас? Вот что случится на этой карте? Поэтому это была только первая карта. Ну, что же, Хакори молодцы. Все-таки это как раз ТБ, который смог, Корна, которого играли не просто так, который нафармил свои слоты и в итоге-то затащил. Притом, знаешь, это настолько уверенный Кор, что он просто вот сколько он раз в итоге прожал БКБ, сколько раз было моментов с Чайником Лича, когда я бы уже 10 раз, наверное, это БКБ прокликивала, а он просто до конца спокойненько и в итоге-то выиграл. Ну что же, мы уходим на небольшую музыкальную паузу, вернемся к вам очень-очень-очень скоро. Одну секундочку. Да, все. Музыкальная пауза.